Две стихии – вода и огонь – в ближайшей неделе господствуют в Олимпийском парке. Помимо традиционного музыкально-светового шоу в чаше Олимпийского огня, невероятными красками переливается небо над парком. 17 августа стартовал второй отборочный этап на чемпионат мира фейерверков среди шести лучших российских команд из Москвы, Самары, Черкеска и Геленджика. Первый этап был в 2017-м. Тогда же и был учреждён главный трофей чемпионата – Кубок пиротехнического искусства. Сейчас мы проводим одну четвёртую финал, а впоследствии останется провести полуфинал и финал. Перед командами стоят две задачи. Одна из них техническая, то есть определённым количеством изделия показать максимально точное попадание в цвета, точное попадание в сильные доли музыки и показать максимально чёткую работу пиротехнических изделий на одной высоте, с одними интервалами и с определёнными режимами подачи цвета. Первая выступила московская компания и показала свой профессионализм на все 100. Три показа по пять минут, три уровня фейерверков под разную музыку, порядка полутора тысяч пиротехнических изделий. И как итог, такого салюта в Сочи ещё не было. Я приехал из Брянска на такое ребятное шоу. Ну, в принципе, ну, превзошу все мои ожидания, конечно. Всё очень нравится. Приехали отдохнуть, а здесь ещё такой фестиваль. Нет, спасибо большое этому городу. Дай Бог, чтобы турнир так проходил весело и хорошо. Спасибо. Пусть победит сильнейший. Нигде подобного не видела. Вот. Только по телевизору. Живую первый раз и вообще даже по телевизору не сравниться с тем, что сейчас. Шоу пройдут 24, 25 августа, 1 и 2 сентября. Качество фейерверков с художественной точки зрения оценивают профессионалы пиротехники, которые отберут лучших в полуфинал. Всего там соберутся 8 команд. Финалисты представят Россию на международном чемпионате фейерверков «Ростех». Он пройдёт в следующем году в Сочи. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.